Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас особенное служение. Сегодня 7 января. Мы все еще празднуем праздник Рождества Христова по старому календарю. Наша церковь любит праздники. И так что с Рождеством вас еще раз. И сегодня у нас свидетельство. У нас приехала семья, которую мы прекрасно знаем, которая так любит нашу церковь, что вот они, да, это заимно. И они хотели сегодня засвидетельствовать, поэтому Олег, брат Олег, прошу, можете вместе с Натальей. Давайте поприветствуем брата. Приветствую. Думаю, про кого это начали говорить. Очень приятно, да, спасибо большое. Знаете, как в мультике про стаквашина у нас происходит сейчас. Может, смотрели? Чудеса, за кое говориха, это ва бе-же замен. И, может быть, ты глядали анимационную просто квашину, твою русскую анимационную? Вашу маму показывают и тут, и там. Ваша тамайка показывают и там, и там. Мы каждое воскресенье ходим в церковь в России, в Нижнем Новгороде. Всякая неделя ходим в церковь в Нижний Новгород, в Руси. И начало служения в 10 утра. И служба-то заплачивала в 10 утра. Заканчивается в 11.45 примерно. И служба в 11.45. Мы садимся в машину и включаем онлайн-трансляцию. В Болгарии, в Варне, в Варне, в Нашей Церкви. Поэтому это чудо, когда мы зашли сюда. И то, что мы смотрели в экране, опять наяву. Мы впервые приехали в Болгарию, не в жару. Немножко напугались. Малко се исплашихме. Когда пришлось первые два дня ходить в куртках в квартире. Куда-то полетые два дня ходили в Якито, в апартаменте. Ну, потом купили обогреватель и стало все на место. Но после купили аппарат, который загрязывал в кашти и станут добрые вечи. Год был очень большой, предыдущий. Минута година была еще много долгом. И начало года часто подводят какие-то итоги. И не только у меня, скорее всего, у каждого из вас за этот год было очень много событий. И лично у меня Бог открывается по-новому каждый год. И в этот год он особенную сторону мне показал своей личности. Какой-то год он был Богом даятелем блага. Он мне дал очень много финансов в определенный день. И в том году, на этот год, я тоже попросил много финансов. Мне понравилось. Но дал другое. И дал возможность начать жизнь с чистого листа. И переехать в Болгарию. И самое главное для себя, я сделал вывод. Я могу много просить, чего из разных сфер. Но Бог дает то, что мне на самом деле нужно. Даже несмотря на то, что я недоволен тем, что он мне не дал много финансов. В послании к Ефесянам, третьей главе, двадцатом стихе написано. В послании к Ефесянам, третьей главе, двадцатом стихе пишет. Знаете, кто-нибудь, что там написано? Я не узнали, как его пишет там. Все. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Я благодарен Богу, что наши взаимоотношения с Ним не замыкаются на принципи «дай, дай, еще, еще». Слава Богу, что Он не дает мне все, что по моим желаниям. Потому что оно может принести вред моей психике, моему окружению, моей личности. В Новом году я себе желаю и всем больше прислушиваться к голосу Бога. Повече да слушате Божия глас. Потому что Он печется о нас. За чтото Той се грижит за нас. И дает все самое лучшее. И дает всичко наи-доброе. Всех поздравляю с Новым годом, с Рождеством. Чиста Новая година на всички и също честит Рождество. Благодарю за ваше чистосердечное принятие. Всех. Всех благодаря за това, че не приемате с чистосердце. Очень рады всех видеть. Много се радвам да видя всичките Ви. Если можно, я помолюсь. Кратко. Дорогой Небесный Отец. Ты наш Отец. Благодарим Тебя за Новый год жизни. Благодарим Тебя за новый год на нашу жизнь. За этот чистый лист. За тоже чистый лист. Где мы можем с Тобой вместе рука в руку. За одну степь можем пойти. И Ты покажешь все самое наилучшее, Господи. Благослови, пожалуйста, нашу церковь здесь, в Варне. Благослови каждого, кто здесь сейчас присутствует. Благослови всякий какой-то присутствует Тук со Твоего благословения. Во имя Иисуса Христа. Во имя Туда Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо большое.